Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Мне сообщили, что энергопотребление повысилось. К сожалению, это не выход. Мы это уже обсуждали. Небольшие изменения одной системы, и все под программой сходят с ума. Не волнуйтесь, я над этим работаю. Ротшильд, друг мой, ты гениальный техник. Но мое терпение подходит к концу. Я хочу через три часа получить полный отчет о текущей ситуации. Что ж, отлично. Ну, а теперь меня ждет огромный робот. Позволь для начала принести тебе мои соболезнования. Я был знаком с твоим отцом много лет назад. Мир потерял одного из последних энтузиастов. Не стоит благодарности. Доктор Ли объяснила мне твою проблему. Тебе нужно найти некое снаряжение World Tech? Гэк? Господи боже, нет, конечно. Должен сказать, некоторые сомневаются, что такое устройство вообще существует. Не то, что оно работает. Однако, если ты разделяешь энтузиазм твоего отца, я могу помочь тебе в поисках Гэкка. Возможно. Боюсь, я не смогу помочь тебе непосредственно. Новости доктора Ли требуют моего присутствия в другом месте. Однако я могу предоставить тебе доступ к довоенному компьютеру World Tech. Возможно, в нем содержится нужная тебе информация. Терминал ты найдешь в архивах, в кольце А. Пожалуйста. Если тебе потребуется иное содействие, возможно, я смогу его оказать. Рады приветствовать тебя здесь. Что показало последнее сканирование? На пустоши видели еще одного... Район вокруг радиостанции Голос-Галактики практически безопасен. Район! Поехали. Добро пожаловать. 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 как меня зовут сообщение повторяется это автоматич у меня есть у у у у у у Продолжение следует... 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 Что ж, я тебя не виню Я сменю пароли, когда ты уйдешь И мы сами как-нибудь придумаем, как все уладить По крайней мере, до сих пор мы справлялись Наверняка со временем все наладится Удачи тебе там, снаружи А о нас не беспокойся Наверное, у тебя много чем была занята голова С тех пор, как ты живешь на поверхности Куда тебе нужно? Ладно, следуй за мной Ладно, следуй за мной О, жди здесь Что-то меня это совсем не радует Фредди, ты же знаешь, я этого не позволю А теперь марш вниз, пока я не сделаю что-нибудь, о чем мы оба пожалеем Что, посадишь меня под замок, как броча? Туннельных змей не посадить в клетку, чувак Потому что мы у руля Назад! Тейлор! Прекрати палить, идиот! Тебе что, ума не хватает держаться от нас подальше? Я не хотел стрелять, правда не хотел Я всего-то хотел его припугнуть Но у него был нож А с этими повстанцами надо держать ухо востро Я их просто боюсь Никогда не знаешь, когда они выкинут что-то непоправимое Я потерял жену Вот что случилось Во всей этой суматохе у Агнес просто сердце не выдержало Ну да Тебе что, ума не хватает? Ну да Вот только попробуй что-нибудь затеять Тебе здесь больше не место Ну почему ты не оставишь нас в покое? Хватит с нас твоих художеств Ну блин, вы смотрите, кого ветром занесло в убежище Во наглость! Вернуться после всего, чего вы с папашей натворили Ну если ты снова здесь Сделай так, чтобы от тебя польза была Помоги нам! Потому что ты вся из себя правильная личность Ты же помогаешь всем, кто в беде Зачем еще тебе надо было мою маму спасать? Она бы и сама тебе спасибо сказала Ну мы с ней и сейчас типа не разговариваем По крайней мере, когда она трезвая Ну я тебе точно скажу Твой папаня правильно сделал Я тут больше не могу Помоги мне выбраться отсюда Да потому что там наверху сто процентов лучше Чем всю жизнь делать тут одно и то же Блин, подумай только Здесь до самой смерти ничего не изменится Одна и та же работа Одна и та же жрачка Одни и те же люди и так навсегда Вы с папашей правильно сделали Свалили наружу и пристроились там Черт его коза Говорит, что я парикмахер Но хрен вам Я стилист! Ясно тебе? Есть разница Банду сколочу, конечно Блин, это будет самая крутая, классная И страшная банда на пустоши Слушай, если подсуетишься Может я и тебя возьму, а? Ага, но я думаю это будет новая банда Мы же не всю жизнь теперь будем в туннелях, а? И вообще, народ просто ломиться будет Чтобы ее приняли Конкуренция, знаешь ли Потому что ты вся такая из себя правильная личность И тебе положено всем помогать Так ведь? Ты же поможешь, Амате, правильно? Просто сделай так, чтобы мы могли уйти из убежища Я свалю и больше доставать тебя не буду Старик Стэнли все ворчал про что-то там в реакторе Вроде погорело или еще что Ничего серьезного, пока что Но он всегда дергается, что откажет воздушный фильтр Или что-то там еще Конечно, тогда нам, наверное, всем придется линять из убежища, а? Увидимся Может быть О, Господи, это ты! Я даже не думала, что сообщение дойдет до тебя Что? У тебя мозги расплавились от радиации Или солнечного удара Или что там наверху еще бывает У нас тоталитарная диктатура И мы на грани гражданской войны Если ты не хочешь помочь нам ради меня Сделай это ради собственного дома Что? Ты думаешь, они могут как-то объясниться, оправдаться? Ты думаешь, их словам можно верить? Все эти люди погибли, как говорил отец Во имя безопасности убежища Но это была ложь Нам все время лгали Я узнала, что он открыл убежище много лет назад Еще до нашего рождения И всю нашу жизнь Они лгали нам об этом Я слышала, мы давным-давно отправили наружу разведчиков Возможно, комбинезон остался от них Тогда убежище некоторое время стояло открытым Но почему-то они закрыли его Когда мы только родились И поклялись хранить это в тайне Но потом погиб Джонас И они держат нас в заперти И все ради своей мечты Остаться незапятнанными внешним миром Все не так просто Если Буч хочет уйти, куда глаза глядят Это не значит, что мы все такие же Это наш дом, и мы хотим жить здесь Просто после твоего ухода Мы начали задумываться А может, снаружи не так уж и страшно Но мы не можем даже предложить Выход наружу для торговли Или налаживания контактов Смотритель держит нас в заперти Тебе нужно остановить его Ну, слава богу Дальше так продолжаться не может Правда? Слава богу Что бы я ему ни говорила, он не слушает Дни напролет сидит в своем кабинете Но ты же оттуда, снаружи Ты можешь рассказать ему, что там происходит Из первых рук Только... Только, пожалуйста, ничего с ним не сделай, ладно? Но... Но он все равно мой отец Да, он чудовищно поступил той ночью Но все равно он тот же самый человек Который всегда оберегал нас до того Может, у него есть свои причины Просто... Пожалуйста Не убивай его Нам и так хватит смертей Как ты не понимаешь Мы не хотим уйти из убежища Мы хотим открыть его Мы хотим, чтобы оно оставалось нашим домом Но при этом получать припасы снаружи Торговать, исследовать мир Что угодно Только не прятаться здесь Настоящие проблемы начались после вашего ухода Раненых было некому лечить Потому что доктор сбежал А его ассистент погиб Теперь большую часть медицинских процедур Выполняет старый добрый мистер-помощник А он не самая деликатная личность Тебя никогда не ощупывали холодными железными манипуляторами? Твое счастье Береги себя Я не думал, что ты вернешься Привет Эй, приятно снова тебя видеть Говорю тебе, с каждым днем охрана все наглеет Скоро начнутся совсем гнилые дела Но я буду готов Смотритель думает, что может нами командовать просто потому, что он смотритель Да хрен вам Мы делаем, что хотим А мы хотим открыть убежище Пола покусали тараканы Но он отбился Только вот врача у нас больше не было Не спасли Ага, пока Привет Привет О, новый пациент Ну, что у нас на этот раз? Апендектомия Танзиллоктомия Танзиллоктомия Гистероктомия Ах, людские проблемы для людских сердец Я не утруждаю себя такими мелочами Моя жизнь — это моя работа И как видишь, работы у меня много Ах да, какая неприятность Во всей этой суете мисс Беатрис очень неудачно потянула большой палец левой ноги Очень неудачно Так что выхода не было, пришлось ампутировать ногу К сожалению, ампутация не прошла успешно Ну конечно В свете того, что твой отец отбыл из убежища А Джонас безвременно почил в Бозе Смотритель должен был принять решительные меры И он назначил меня новым медработником убежища Гениальное решение, если вас интересует мое мнение В конце концов, у меня есть все необходимое Конечно, конечно Не стану вас задерживать Уговори смотрителя, пожалуйста Вау, это снова ты Мама и малышка Моника оказались в огне Я пыталась их вытащить Я правда пыталась Но там было так жарко Я знаю, твоей вины в этом нет Но мой папа так не думает Лучше не спрашивай, что он сказал Что надо сделать с твоим папой До скорого Рад снова видеть тебя Я не думал, что ты вернешься Я не знаю, что ты вернешься Вот я вернешься Яpas что это Помрать что-то Я не знаю, что ты вернешься Субтитры сделал DimaTorzok Напомни мне добавить вопрос о спасении учителя из тюрьмы-убежища. Если убежище когда-нибудь придет в норму, конечно. Кстати, пока я там сидел, я услышал от охраны нечто, что меня весьма обеспокоило. Я слышал, что один из охранников говорил о каком-то плане напасть на Амату и остальных. — Больше ничего, но думаю, что он читал это на терминале службы безопасности, так что, может, там ты найдешь больше. Для нас всех это точно плохие новости. — Было очень страшно, не буду врать. Знаю, многие винят твоего отца, но я уверен, он вовсе не хотел, чтобы этим кончилось. Не вини его и не вини себя. — Будь поосторожней тут, внизу. — Будь поосторожней тут. Тебе здесь больше не место. Тебе здесь больше не место. Но почему ты не оставишь нас в покое? Хватит с нас твоих художеств. Эй, поаккуратнее. Ну блин, сколько можно так сидеть? Пожалуйста, береги себя. Надеюсь, ты чего-то добьешься от отца. Никто кроме тебя не сможет убедить его, что мы должны выйти наружу. Ну, слава богу. Дальше так продолжаться не может. Дьявол, сейчас не до шуточек. Береги себя. Что ж, с возвращением. Видимо, тебе надоели пыли разруха на пустошах. Больше не ищешь папочку? Хочешь незаметно просочиться домой, как подросток после бурной ночи? Что ж, я тебя огорчу. В этом убежище тебе нет места. Оно для незапятнанных людей. Полагаю, ты имеешь в виду неприятную историю с твоим отбытием. Джонас и твой отец поставили под угрозу успех миссии убежища и безопасность его жителей. Я сделал то, что должен был, чтобы не дать им уничтожить все, чего мы достигли. Жалею лишь о том, что не предотвратил эту ситуацию. Так говорят те, кому никогда не приходилось принимать трудные решения. Кому никогда не приходилось быть лидером. Джонас хотел уйти вместе с твоим отцом. Их уход подтолкнул бы к уходу и других. И не успели бы мы оглянуться, половина убежища бы опустела. И тогда наш дом, последний бастион генетически чистого человечества, выродился бы в горстку старых неудачников, не способных продолжить род. Боюсь, это у тебя проблемы со зрением. Я просто защищаю их от ужасов войны и разрухи. Настоящая опасность – это мятежники и революционеры, которые готовы рискнуть жизнями всех, только чтобы сдохнуть на пустошах. Если бы они не были так одержимы идеей самоубийства, мы бы смогли мирно жить дальше. Все снова были бы счастливы. Они должны понять, зачем мы так поступили. Чтобы они не рвались наружу, где их ждет смерть. Чтобы удержать их от той самой ошибки, которую в их возрасте сделало наше поколение. Некоторые из нас потеряли тогда родных и близких наверху. Больше мы никого не потеряем. Разобраться с последствиями твоих же дел? Что ж, я слушаю. – Вот как. Что навело тебя на мысль, что ты лучше всех знаешь, как защитить убежище? – Дьявол, я же говорил им, что не потерплю новой вспышки насилия. Убежище просто не выдержит новых потрясений. Но, может быть, они просто не выдержали стресса. И теперь мое прекрасное непорочное убежище трещит по всем швам. – И ты хочешь меня убедить, что единственный способ это сделать – разрешить им шататься по пустошам и смешиваться с дикарями? – Впрочем, жизнь это им сохранит. А на всякий случай у нас останется убежище. Но для таких изменений нужен новый лидер. И я знаю только одного человека, кто годится для этой работы. Я сообщу моей дочери Амате, что она вступает в должность смотрителя немедленно. Амате и все остальные, прошу внимания, после плодотворной дискуссии, с нашим другом, я принял важное решение. В моем стремлении уберечь нас всех от опасностей, я, возможно, перестарался. Много жизней было потеряно. Но что еще страшнее – жизнь остановилась. Стремясь уберечь вас от опасностей, я не дал вам возможности повзрослеть. Я знаю, что совершал ошибки. И если бы ситуация повторилась, я снова поступил бы так же. Поэтому я не могу оставаться вашим смотрителем. Амата, я назначаю смотрителем тебя. Ты доказала, что способна принимать трудные решения во благо убежища. Прости, что я не понял этого раньше. Это тоже одна из множества моих ошибок. Не сомневаюсь, доченька. А теперь, с твоего позволения, я очень устал. Все детали мы обсудим в ближайшее время наедине. А пока, я уверен, многие захотят тебя поздравить. Ну блин, сколько можно так сидеть? Я… я только что узнала. Отец сложил с себя полномочия смотрителя. Он не говорит почему, но мне кажется, что это как-то связано с тобой. То, что он сделал, трудно простить. Но, пожалуй, я могу его понять. Я рада, что тебе удалось заставить его одуматься. Но теперь в убежище новый смотритель. И я собираюсь открыть убежище. На этот раз, навсегда. Для убежища наступит новая жизнь. Но, боюсь, кое в чем придется соблюсти традицию. Здесь надо столько всего восстановить. Столько всего забыть и простить. Некоторые из нас винят во всем произошедшем тебя. Поэтому я вынуждена попросить тебя уйти. Прости меня. Но ситуация слишком взрывоопасна, чтобы тебе можно было остаться. Прошу тебя, если ты действительно хочешь помочь убежищу, уходи. Нет, совсем не так. Но если ты останешься, это только создаст новые проблемы. Убежище не выдержит новых разборок. Просто так надо. Пройдет много времени, пока мы будем по-настоящему готовы выйти наружу. Но как только в убежище все снова войдет в колею, возможно, мы встретимся наверху. Что ж, значит, прощай. Вот, возьми. Это немного, но пусть останется хотя бы на память. Очень надеюсь, что мы встретимся снова. Амата и все остальные. Прошу внимания. После плодотворной дискуссии с нашим другом я принял важное решение. В моем стремлении уберечь нас всех от опасности... Прощай. Мы будем скучать по тебе. Я, возможно, перестарался. Много жизней было потеряно. Но, что еще страшнее, жизнь остановилась. Жалко, что тебе пора идти. Но ты там неплохо устроишься. Я уверен. С катертью дорога! Убирайся! дитры показалед detail. Чертите контор. Очень безопасно! Я надеюсь, что нужно принести его без их поток. Хоп? КОНЕЦ 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 Мы ещё дышим. Значит кое-кто не облажался. КОНЕЦ Он приходит с тучами и все. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...